Умеете всем страхом в лицо рассмеяться? Съемка сделана в середине девяностых. На ней лидеры самой кровожадной группировки России. Ореховской. Встречи, разборки, планирование заказных убийств. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. Сто листов. Их же надо взлохматить. Сколько бы ни говорили о том, что зона их дом родной, каждого из них все равно тянет на волю, как волков в лес. И для того, чтобы хоть на миг лишний раз оказаться на свободе, они готовы на все. Всех его подельников положили, а этот выжил на больничке. Четверку уже оттянул. Сейчас на пятом отряде. Сидит тихо. У мужиков пользуются авторитетом. В блатные дела не лезет. Они держали в страхе Казань 4 года. Устраивали перестрелки с милицией. Подкупали местную власть. Имели своих людей в больницах и военкоматах. Ставили на счетчик всех, у кого водились деньги. Оперативники не сразу поняли, что в их сети попался один из участников банды Кибальчича Шалва Челадзе. Сеть элитных магазинов и ресторанов. Крупная фирма по операциям с недвижимостью. И горный бизнес. Практически все совместные российско-финские предприятия в Петербурге открывались с одобрения Николая Гавриленко. Одиноким волком метался он по Ростову и ближайшим городам. Сотрудники РУБОП, анализируя записи перехваченных телефонных переговоров беглого главаря, несколько раз едва не настигали. Ураг стал одним из самых верных, жестоких и незаметных спутников человека. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Умеете всем страхом в лицо рассмеяться. Продолжение следует...